Привет, друзья! В этом видео давайте последим за электронными торгами на сайте Виолити за вот такой вот интересной вещью. Некоторые называют это первой монетой, некоторые называют это жетоном. Но в любом случае это изделие, которое у нас было перед нашими украинскими деньгами. Это, скажем так, жетон, который называется «Один шаг». Так его прозвали еще с тех времен, когда начали производство наших украинских денег на Луганском станкостроительном заводе. Более детальную информацию про то, как создавались первые деньги Украины, можно почитать вот в этой книжке «Первый монетный двор Украины». Сейчас мы видим, что осталось 3 минуты до завершения торгов. Мы видим, что монетка или этот жетон продается у нас не из Украины, то есть он находится в Российской Федерации. Вот, то есть его нужно будет как-то еще переправлять, доставлять. Видим 10 ставок и приблизительная цена сейчас 10 тысяч, 10 тысяч 400 гривен. В принципе, даже можем посмотреть, кто сейчас лидирует. Тут эта информация открыта, любой участник во время торгов может посмотреть, какие у нас участники торгуются в электронных торгах на данное изделие. Вот тут у нас дополнительная информация про шаги, как они появлялись, как изготавливались пуансоны. Я информацию, вот эту книжечку оставлю в электронном виде с разрешения автора. Ссылку вы сможете в описании к этому видео посмотреть и почитать. Это просто невероятно рассказывается все, как это все производилось, все технические документы. Все-все-все здесь есть, очень рекомендую. И также информацию по данному изделию можно посмотреть в другом каталоге. Это каталог Максима Загреба, монеты Украины. Сейчас я покажу, какие они бывают. У нас сейчас на торгах осталось минута 53. Конечно, я бы, наверное, принял участие в данных торгах. Но меня смущает то, что нужно, во-первых, отправлять предоплату в другой город. Плюс нужно еще из-за границы его получать. Если при личной встрече, я бы, конечно, наверное, поучаствовал. Или хотя бы на территории Украины. Потому что это довольно интересный жетончик. Интересная монетка. Она есть в альбоме Коллекционер. Вот в таком вот альбоме Коллекционер она присутствует на странице пробных монет. В конце альбома размещаются у нас здесь пробные монеты. И вот здесь у нас есть один шаг, 50 шагов. Звезда, 100 шагов, как указано. Хотя такого не существовало, именно 100 шагов. Но здесь решили так подписать. Вот такой жетончик с надписью 100. И что мы видим? Одна минута для завершения торгов. И узнаем, кто же, собственно, и приобрел. В принципе, по этому стоимость сейчас 10 тысяч гривен. И толстая заготовка, как мы видим. Здесь толстая заготовка. То есть, конкретно положить его в свой альбом, наверное, не получится. Хотя подобный, подобный шаг у нас продавался уже. На Виолити продавался. Ушел за 21 тысячу гривен. Посмотрите, какой красивый. Ну, действительно, этот можно точно разместить в свой альбом. И тут мы видим завершение, завершение электронных торгов. Друзья, на самом деле, Виолити сладится тем, что здесь выставляют редкие пробные монеты Украины. Я ссылочку оставлю в описании, потому что сам регулярно покупаю. Действительно, я много купил. И вам рекомендую заглядывать и выбирать для своей коллекции то, что вас будет радовать. То, чем можно похвастаться. Ну что, мы сейчас узнаем. Да, лот продан. У нас не было резерва. То есть, помимо той цены, которая у нас стояла, дополнительной резервной цены не было. И, в принципе, давайте теперь проанализируем, какая цена сейчас есть в каталоге на данные шаги. Значит, вот видите, обновленная версия данного каталога. Это у нас 2021 год уже должен быть указан. Потому что у меня есть, в принципе, да, 2021 год. Здесь очень хорошо добавились обиходные монеты Украины. То есть, по разновидностям мы видим, да, отличные фотографии. Если, например, вы хотите разбираться, рекомендую данную книгу приобрести к себе. Потому что здесь очень интересные есть варианты. Ну, нам нужно сейчас найти пробные, пробные монетки. Вот 15 копеек у нас пробные с оценкой, стоимостью. Давайте поищем, где же могут быть шаги. Они наверняка где-то рядом. Вот у нас гривны есть. И мы видим... Вот, суррогаты. Так называются в данном разделе эти изделия. И видим 92-го года. Мы видим тот шаг, который был уже куплен на Виолити за 21 тысячу гривен. Кстати, я знаю коллекционера, который положил к себе этот шаг в коллекцию. Вот сейчас вы увидите демонстрацию. Потрясающе просто выглядит. Конечно, цена действительно такая серьезная. Даже в каталоге немножко дешевле. Видите, в половину, да? Оценили в 12 тысяч 500 гривен. И вот такие еще тоже варианты есть. В принципе, я думаю, с развитием нумизматики, с развитием того, что люди этим интересуются. И более такие редкие пробные вещи могут появляться. Так как уже они приобретают такую публичность. И люди себе приобретают в коллекции. И они светятся здесь. Вот такие 50 шагов у меня есть. Выставлены сейчас на Виолити. Ну, в целом, я приобретаю сейчас... Вот в прошлом видео вы увидели. Я купил себе набор. Замечательный набор. Посмотрите обзор. Это набор, который был создан не в Украине, собран, а в Германии. Так что ссылочку на это видео также вы увидите в подсказке. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Как вам вот такие серьезные, раритетные и довольно недешевые вещи в коллекцию. Хотели бы вы к себе что-то купить? Этот раздел, монеты Украина для обращения и пробные, всегда привлекает мое внимание. Потому что здесь можно посмотреть и монеты в других металлах, и какие-то очень интересные браки, и монетки в наборах. Я рекомендую посетить именно этот раздел, потому что действительно есть на что посмотреть. Вот, собственно, и шаг, который уже сегодня был продан. Я рекомендую заглянуть. Ну что, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. По этой книге ссылочку на нее я оставлю в описании. Потому что действительно это просто интересная история, как, собственно, производились наши украинские деньги, какие бывали эти монеты. Безумно интересно читать. А если вы хотите ориентироваться более-менее в ценах украинских монет, ну вот я посоветовал вот такой каталог себе приобрести. В электронном виде я не знаю. Здесь есть и сувенирная продукция НБУ, есть и монетки юбилейные, и серебра, и золота, и обычные, из недрагоценных металлов. Ну, с ориентировочной стоимостью на данный момент. Конечно же, важно искать их в идеальном состоянии, чтобы положить к себе в коллекцию. Более позднее это легко сделать, потому что они уже все продавались в капсулах. А вот более ранние, конечно, нужно поискать в хорошем состоянии. Чего я вам и желаю класть к себе в коллекцию монетки в наборах, монетки в идеальном состоянии. И, конечно же, удачи и фарта в поисках редких монет. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Ссылочку на Виолити, на книги я оставлю в описании. Переходите, поддержите это видео лайком. И до нового видео. Всем пока, друзья.